Музыка Как иметь и хранить Божие благословения? На весь год. Псалом 1, это будет текст сегодняшний. Первый псалом. Я буду читать часть. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. И о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Мне так нравится, что во всем, что он не делает, он успеет. Это называется хроническое благословение, которое не прекращается, что бы он не делал, успеет. Мы желаем благословения в течение всего года. Вот я хочу начинать. Здесь написано, блажен муж. В это слово блажен, можно сказать, успешный муж, процветающий муж, или имеющий Божие благоволение. Человек благоволения от Бога. Или имеющий от Бога определенную благодать. Знаете ли вы, что мы, христиане, и это слово, которое говорится, блажен, благословлен, процветающий, имеющий Божие благоволение, настолько, что стоит его завидовать, это не говорится о том, что мы имеем. Вот, например, у меня есть пиджак, это благословение. У меня есть галстук, это благословение. У меня есть носки под ботинками, это тоже благословение. Когда говорится, я вижу, некоторые из вас у вас береты, такие красивые, это благословение. У некоторых цепочек, которые блестящие, что я их вижу от сюда, это тоже благословение. Некоторые из вас, когда вы улыбаетесь, у вас зубы белые, это благословение. У некоторых золотые, это еще больше благословение. У каждого свои благословения. Но благословение, о котором говорится здесь, что блажен, это позиция, в котором ты находишься. Имея в виду, если заберут твои белые зубы, заберут твои золотые зубы, ты все равно остаешься с этим благословением на твоей жизни. Это благословение, которое работает в тебе, через тебя, все время и никогда не прекращается. Получается, что мы с вами не ищем благословения, мы уже имеем в нашей жизни благословение. Вы помните Исаака? Исаак, он был в земле, где пришла голод в земле. И Библия говорит, во время Авраама тоже был голод, и во время голода Авраам сбежал в Египет. Но Исаак, когда пришел голод, голос Божий пришел, запретил ему бежать в Египет. Он сказал, не уходи в Египет, оставайся здесь. Бог просит, чтобы Исаака остался в местах, там где голод. Обстоятельства какие? Голод, нет дождей, ничего. Но благословение Божие на нем. Скажите со мной, аминь. И Библия говорит, и посеял Исаак, и пожинал, собирал урожай большой, и стал весьма великим этот человек. Где? Там где, откуда все бегают, бегут. Почему? Потому что на нем рука Божия на благословение. Во Христе Иисусе, заметите, что когда Бог создал Адама и Ева, они не были в проклятии, когда они создались, они были в благословении. Что бы они ни хотели, было. И они потеряли через грехопадение. Иисус Христос пришел, чтобы спасти погибших, восстановить потерянное, возвращать утерянное. Во Христе Иисусе благословение Божие вернулось, и оно находится на твоей жизни. Вопрос, который пишется здесь, говорится, хотя ты благословленный человек, оказывается, нужно в этом благословении научиться ходить. И надо его хранить. В этом псалме не говорится о том, что нужно заработать эти благословения. Нет, это благословение есть. А псалмопевец, он пытается нам дать понять, как надо хранить благословение. Как надо ходить в благословение. Потому что главная проблема у людей, это им дается, и они все теряют. Вот я помню, одна сестра мне сказала, говорит, пастор Генри, у меня вроде бы наконец цель моей жизни исполнится. Я говорю, какая? Замуж выходить. Я на нее посмотрел, сказал, когда ты выйдешь замуж, родишь трое, и появятся внуки, вернись ко мне и скажи мне, это ли была вся целью твоей жизни. Вот она говорит, ну зачем ждать так долго? Вы сразу мне скажите. Я говорю, ходить замуж это нужно. Но это не есть целью жизни. Кроме если ты мама Моисея. И вся твоя задача рожать, кормить Моисея. И Моисей сделает за двоих в свое время. Есть такие мамы, чье призвание рожать Моисея. Вы понимаете? Но я хочу сказать, для всех остальных нас простих людей, это не есть конец жизни. Есть еще Божие цели после замужества, после женитбы. Бог желает, чтобы каждый из нас от Его имени мы оставили положительный, значительный отпечаток на этой земле для Господа Бога. И что интересно, с этим ты войдешь и в небо. Потому что награды, которые ты получишь на небо, они зависят от того, что ты сделал, когда ты был на земле. Номер один. Заметите, говорится, блажен муж, который не ходит. Первое, что Библия здесь говорит, это не настолько, что тебе делать, а написано, что не делать. Заметьте, первое, что не делать. То есть, если ты поживешь свою жизнь и не делать некоторые вещи, у тебя получится. Проблема это больше то, что забирается у тебя, нежели то, что ты делаешь. Я понимаю, что часто, когда мы живем в этом мире, нас учат, как быть успешным, как мыслить, как миллионеры, как то, как то. И что интересно, эти формулы мы уже выучили наизусть. Мы уже их знаем. И мы их мыслим, как миллионеры. И мы никогда не становимся миллионерами. Вспомогательные вещи никогда не дадут основные вещи. Основные вещи приходят от основного. И в этом мире часто нам дают вспомогательные штучки, и мы вокруг них бегаем. Как бы вспомогательные вещи, это основное. Вспомогательное, это вспомогательное. Оно не основное. И вот я хочу вам сказать, Божие благословения, которые в нашей жизни, это основное. И вот дальше говорится, вот что не делать. Удивительно, что Бог говорит, не делай вот это, не делай вот это, не делай вот это, и благословение останется на тебе. Посмотри на историю зряовского народа. Бог приходил к нему, что Он им говорил? Не поклоняйтесь чужим богам. Не отходите от Господа, Бога вашего. Не, 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 если вы это сделаете, благословения на вас останутся. А если вы уйдете, вы начнете делать то, чего нельзя, благословение, которое я имею на вас, от вас уходит. И поэтому было такое, что приходит какие-то народы, пытаются завоевывать израильского народа, не получается. Хотя он был малочисленный, вавилон не могли. Но как только они начали делать то, чего Бог сказал не делать, народ приходили, их взяли на плечо. Вы понимаете? Забирали их с собой, и их богатство, и все, что они имели, даже из храма забрали. То есть Бог убрал свою руку. Поэтому в жизни иногда часто это то, что не делают. Даже здоровье наше, да? Порой это проблема не в том, что мы делаем, а то, чего не делаем. Не делай то. Не садись все время. Ходи как-то. Не делай то. Не кушай жареное без конца. Жирное оставь в сторону, не трогай. Только раз в году, но не чаще. Торти не увлекайся слишком. Вот если то, чего не надо, если сделать, как удивительно, что у тебя будет крепкий, хороший, здоровый организм. Конечно же, мы не любим, когда нам говорят, чего не делать. Нам не нравится. Мы хотим. Но Бог с этого и начинает. Он говорит первое. Не ходит на совет нечестивых. Возникает вопрос. Твое ухо постоянно берет информацию от кого? Кто капает мысли в твои уши? Когда говорится, не ходит на совет нечестивых, имеется в виду, не используя их советы. Не надо ходить согласно тому, как они тебе советуют. Будет нечестивые. Когда говорится нечестивые, это не только означает, что они грешники. Я вам скажу, вот, когда я смотрел Библию, я обнаружил, было, у Иисуса было 12 учеников. Петр один из них, и Юда Искариот один из них. Смотрите, Петр подходит к Иисусу и говорит, Иисус, а он говорит, я пойду там в Иерусалим, меня взять будут, и я буду распят, и на третий день я воскресну. Что Петр сказал? Да не будет такой с тобою. И как Иисус реагировал? Петр, ты прямо меня любишь. Ты прямо, вот, хорошенький. Нет, Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Скажите мне, совет Петра был от нечестивого или от Бога? Нечестивого. Хотя, он не грешный. Поэтому, когда говорится, не ходить на совет нечестивых, не всегда означает наркоман, который на улице. Это может означать господин Петр, который чуть ли не главный апостол у Иисуса. Через него заговорил нечестивый. Я не знаю, вы меня понимаете, или нет? Вот второй ученик Иуда искорил. По идее, мы с вами должны думать, что все, что говорит Иуда, Иисус запретит. Смотрите, что Иуда приходит и говорит, ну там, я ли, как он, я ли учитель? Иисус ему говорит, друг, что хочешь делать, делай скорее. Петр, что Иисус сказал на Петра? Отойди от меня, сатана. А на Иуда искорил друг. Я не говорю о том, что, то, что Иуда искорил, делал это правильно, но согласно предназначению Божьего для Иисуса, Иуда делал более правильно помочь Иисусу попасть на крест. Не живи свою жизнь в этом году, базируя, строя, на совет нечестивого. На совет, который не соглашается с Божьим Словом, не соглашается с волей Божьей о тебе, не соглашается с тем, что Бог тебе говорил, не соглашается с волей Божьей. Такие вещи не принимаю. и ты тоже не принимай, Кто будет, скажите со мной, аминь. Что интересно, совет нечестивого бывает через людей, а бывает через тебя напрямую. Понимаете? Пошел на улицу, обиделся на кого-то, да, и у меня кипит обида. Вы знаете, что я себе посоветую по отношению к этому человеку после этих обидов? Ничего хорошего. Многие люди советуют самым себе от нечестивого, потому что они позволяют эмоциям кипящим внутренних дать им совет. Вот поэтому братья Иосифа никто им не посоветовал, они сами себе посоветовали. Понимаете, мы его продадим, но они сами себе говорили, они ли? Нет, не они. эмоции ненависти, зависти, которые кипели в них. Два, не стоите на путь грешных, то есть меняй свои пути. Когда говорится на пути грешных, имеется ввиду, не ходи, как они ходят. Я разговаривал с одной женщиной, она мне говорит, пастор Генри, молитесь за моего сына, потому что он не любит церковь, любит пастора. А как я за него помолюсь, если он меня не любит? И притом он стоит рядом. Как я могу за него молиться, если он меня не любит? Этот сынок, мамин сынок, оказался не совсем маминем до конца. Он говорит, пастор Генри, я бы вас любил, если бы не она. пастор плохой, пастор не такой, пастор не помазан, пастор не тот, а теперь он хочет, чтобы я принял вашу молитву, я не могу, мне сказали, вы плохой. И мама говорит, это демон пастор. Я говорю, да, но она хотела, чтобы я выкнул беса. Это демон клеветей. Это не был демон клеветей. Мама не зная разрушила собственного сына. И дьявол ее толкал, чтобы закрывать все масти. В момент, когда нужна будет помощь, человек, который мог помочь, это пастор. А дьявол перехитрил ей заранее, и она думала, что она умная, перед детьми своими, такое говорил. И сына говорит, пастор, из-за этого все мои братья и сосы в церковь не ходят. Я говорю, как ходить? пастор плохой. Мама сказала. И мама говорит, пастор, точно он одержимый? Я говорю, одержимый, неодержимый, разберемся позже. Хорошо, давайте я с ним поговорю без вас, мама. И потом мы выяснили, разговаривали, оказывается, я неплохой, оказывается, я нормальный человек. И он тоже. И он стал евангелистом, пошел домой рассказать братьям, сестрам, что слушайте, пастор неплохой, как мама говорила все годы. Вы знаете, как? Не ходите путем нечестивого. Это надо принять решение. Я буду в этом году верующим человеком, Божьим человеком, я не пойду путем нечестивого. И дальше говорится, не сидеть на собрании развратителей, в оригинале пишет не сидеть на кресле или на стулчике развратителей. Не садись там, где они сидят. Потому что они ходят, они скамейки таких людей, это скамейки, где ничего святого нет. Горечи постоянно, внутренние негодования, все время недоволны, все время критикуют, все время унижают. И поэтому написано дальше, но в законе Господа, воля Его, и в законе Его размышляет Он день и ночь. Мне нравится, что Он размышляет в законе Божьем, воля Его, Слово Божье. Вы знаете, как? Когда благословение на мне, и я отношусь к Слову Божьему, как к Божьему Слову, с уважением, с почтением, веруя, соглашаясь, удивительно, как Божье благословение в моей жизни будет умножаться и умножаться и умножаться. Да, Библию я знаю, извините, источник благословения здесь говорится, Слово Божье, закон Божье, воля Божье, размышляет он день и ночь. Раз здесь написано, что оно дает благословение, я сделаю, буду размышлять. Здесь написано так, в законе Божье размышляет он день и ночь, и будет как дерево посажено при потоках. Скажите, посажено. Не написано это, будет как дерево, которое бегает от потока к потоку. Вы когда-нибудь видели дерево, которое бегает от одного потока в другой поток? Дерево, которое бегает от потока к потоку, никогда плод не принесет существенное. Это чудо будет огромное, если останется живое. Причина, почему многие люди теряют свои благословения, это потому, что они не посажены. Посажены означают поместили меня здесь. Хорошо. Мое место твое. Хорошо. Начинают корни пускать. Корни туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Корни. Зима пришла, я здесь. Жара пришла, я здесь. в чем надо быть посажены. Первое, будь посажен в Боге. Углубляй корни в Боге. Вы знаете, элементарная, постоянная жажда к Богу в молитве, я хочу познать тебя, я хочу, чтобы ты мне открылся. Вот такой настрой и слова удивительно, что откроет тебе много чего. Многие люди, они ходят в церковь сюда, не посажены. Они сюда приходят, как сказала мне одна дама, женщины, знаете, как они все, все карты раскрывают, у них нету тайны. Она говорит, пастор Генри, я в церковь, победа, я бы не ходила вообще, только ради вашей проповеди. Она думала, от этого, я буду счастлив. Она думала, что говорящая ради вашей проповеди, пастор Генри, буду в восторге, я ей сказал, лучше вам вообще не ходить. Как? Я говорю, моя проповедь вам ползу не даст, кроме того, что даст вам право на больше ударов, потому что кому больше дано, тому больше бьют. А вы ходите в церковь, не посажены, но кормитесь, как будто вы главный действующее лицо в церкви победа, побьют вас больше. Лучше не ходите. А я хочу ваши проповеди, тогда будьте посажены, принимайте участие, будьте посажены в делах Божьих. И что интересно, когда ты посажен в делах Божьих, Бог начнет благословить твои дела. И не только. Ты начнешь приносить больше плода в жизни. посажены. В твоей работе будь посажен, в бизнес будь посажен, в даянии будь посажен. Когда есть постоянство, будет больше плода, вы понимаете, и не только больше плода. Когда дерево имеет корни, оно имеет большую возможность добыться больше ресурсов, которые надо, посажен, лист которого не вянет. Листь когда вянет, означает, что что-то высыхает из того, что мое. Когда я в благословении, я имею право, когда работа высыхает, когда прибыль высыхает, когда что-то умирает, я имею право прийти к Богу и сказал Господь, я не ходил на совет нечестивых, я не ходил на пути грешных, я не сидел на собранных развратителях, поэтому я говорю, мое дело, это не имей права вымирать, не имей права высыхать, потому что я человек благословения. Потому что дьявол хитрый, он пытается засуществить твои дела. Там лист пару он хочет высыхать, написано не вянет его листья. Все, что связано с тобою, когда ты двигаешься в Божьем благословении, не должен, написано здесь, не вянет ни один лист вообще, лист которого не вянет. Это в Тридомске написано, может твои почки начали вянут, почки во имя Иисуса, в жизнь, почему? Я человек благословения. Твое служение вянут, во имя Иисуса, служение, возвращайся в жизнь, потому что я человек благословения. Компания, ты не имеешь права увядать, потому что я человек благословения. Обращайся, говори с тем, что начал увядать. И говори, чтобы оно вернулось в жизни. Не вянет лист которого. И мне нравится это, в Тридомске написано, и все, что он не делает, успеет. Заметьте, что исполнится? Все, что он не делает, не все, о чем замечтает, о чем он спорит, о чем он претендует, что он знает лучше всех, пожалуйста, но успеет во всем, что он делает. Царство Божие, это царство действия. Можно иметь самые блестящие идеи. Пока ты их не сделал, не будешь успеющим. успешен только те люди, которые что-то делают. Бог не благословляет то, о чем мы думаем, он благословляет то, что мы делаем. Скажите со мной аминь. Это Божий Бог желает, чтобы мы хранили благословение в этом году, чтобы мы не теряли то, что он нам дал, чтобы мы не позволили разным ситуациям нас пересадить ни на тех креслах, ни на тех диванах, ни на тех стулчиках. Нет, мы хотим остаться на диване благословленного, на диване, на кресле человеком с благословением. скажите со мной аминь. Оказывается, сила Божия может сходить и можно почувствовать и она убирает болезнь. Вы можете закрывать мне правое ухо? Вы меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слышу. Слава Господу. Это ухо открылось. Дай дай благословленный Господу. Это Коля и Леша и до четырех лет они не могли разговаривать. С четырех лет их понимала только мама. И сейчас я с ними разговаривала и я могу их понимать. Они мне отвечали. Скажи я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Скажи я люблю Господа. Я люблю Господа. Дай дай благословленный Господа. Господа. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на Линию жизни плюс 380 44 501 69 36. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова